Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. С 1 января на территории пяти стран Беларуси, Россия, Казахстан, Армении и Кыргызстана будет действовать таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Таможня становится цифровой. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестпроектов среди субъектов малого предпринимательства для оказания финансовой поддержки. 27 декабря в Гомельском горосполковье пройдет аукцион. На торги выставят пять земельных участков на право заключения договора в аренду. А теперь об этом и не только подробнее. С 1 января на территории пяти стран Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана будет действовать таможенный кодекс Евразийского экономического союза. С нововведениями субъектов хозяйствования ознакомили на встрече, которая прошла в Гомельском филиале Белтамож-сервиса. Новое таможенное законодательство «Союз» разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много изменений, полезных для предпринимателей. Так, таможенные технологии будут оцифровываться. Кодекс устраняет многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике. Он юридически закрепляет возможность для участников внешнеэкономической деятельности при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через интернет. Взаимодействуя с информационной системой таможенного органа. Одновременно с этим новое таможенное законодательство избавит от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявлять документы нужно будет только в тех случаях, когда сработают профили риска. И это будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни. В ряде случаев решение о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров будут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора. Таможня становится цифровой, по сути дела. Значит, у нас декларации подаются в электронной форме. Мало того, на субъектах хозяйствования не налагается обязательство предоставления документов при подаче декларации. Документы будут требоваться только в том случае, если таможенным органам будет принято решение о проведении каких-то форм таможенного контроля. Соответственно, это и упрощение, и снижение времени. А это, в свою очередь, ведет за снижением издержек субъектов хозяйствования непосредственно для производства выпуска товаров. Согласно новому кодексу, время выпуска товаров сократится до 4 часов. Сейчас на это уходит более суток. Тему развития цифровых технологий обсудили в Гомельском технопарке. Сюда пришли первокурсники из ГГУ имени Франциска Скарины. Будущие экономисты с искренним интересом слушали выступления руководителя технопарка Дмитрия Морозова и принимали участие в экскурсии по бизнес-площадкам. Обычно такие встречи проводят для тех, кто уже заканчивает университет. Студенты первого курса побывали здесь впервые. Не стоит терять время, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Нужно сразу с первого студенческого опыта начинать овладевать знаниями, изучать углубленно английский язык, овладевать своей профессией. Для того, чтобы потом после окончания вуза с полным потенциалом использовать свои возможности. Первокурсники, которые пришли на встречу, с этим согласны. Они уверены, что определяться с будущим местом работы нужно уже сейчас. По крайней мере, стремиться к этому. Я изначально знала, что моя профессия будет связана с экономикой. Так как я на первом курсе, я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем заинтересовать своего будущего работодателя и, возможно, даже открыть свой бизнес. Сейчас в технопарке работает почти полтора десятка компаний. Это около 260 человек. Преимущественно, они заняты в сфере IT. По мнению Дмитрия Морозова, технопарк должен быть центром развития инновационного предпринимательства. На бесплатной основе здесь организован цикл семинаров «Механизмы развития бизнеса». Кроме того, оказывается активная поддержка стартап-движению. Укрепляется взаимодействие с вузами. Мы активно, как вы знаете, работаем с нашими высшими учебными заведениями. Как правило, это ребята, девчата старших курсов. Впервые первокурсники. И нам это очень важно, потому что человек, придя в университет, должен с первого курса внимательно относиться к учебному процессу, чтобы не было уже поздно исправлять те ошибки, которые часто допускаются студентами на первых курсах. Это отношение к знаниям о том, что они в любом случае будут востребованы. Университет – это та возможность, когда, скажем так, бесплатно получить то, что потом за что придется платить. По мнению Дмитрия Морозова, с первого курса студенты соответствующих специальностей должны вместе с общим образованием получать и навыки развития предпринимательской инициативы. Об этом шла речь и на съезде ученых, в котором принял участие руководитель технопарка. Я считаю, что вот эта работа должна оказываться, выполняться системно и комплексно во взаимодействии вузов, предприятий, организаций, таких площадок, как технопарки. Вот этим мы, по сути, и занимаемся. Благодаря организации практик для старшекурсников, многие выпускники после защиты диплома получают здесь свое первое рабочее место. В продолжение темы развития предпринимательства. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестпроектов среди субъектов малого предпринимательства для оказания финансовой поддержки. Заявки можно подавать до 30 декабря. Виды государственной финансовой поддержки – заем и лизинг имущества. Общая сумма денежных средств, направляемая фондом на оказание государственной финансовой поддержки по результатам конкурса – более 550 тысяч рублей. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальных сайтах Министерства экономики и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. И последняя новость выпуска. 27 декабря в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят пять земельных участков на право заключения договоров аренды. Два из них находятся в Романовичах. Один предназначен для строительства и обслуживания жилого дома. Второй – для размещения специализированного здания для общепита. Частный дом можно построить на участке в Красном Маяке. В 18-м микрорайоне предполагается возведение многофункционального центра с паркингом на 300 машин и мест для жителей микрорайона. Участок на объездной предназначен для строительства и обслуживания объекта производственного назначения. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 3109-48 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. Или 4197-86 – это Гомель-Геодесцентр. На этом у меня все. До встречи через неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова